Продолжение следует... Продолжение следует... Поднимут руку и просто скажут, какие аспекты им интересны. Мы тогда начнем с них потихонечку. Продолжение следует... 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 Женская свобода, женская возможность распоряжаться своей жизнью, своим телом, они очень сильно обсуждаются. То есть, как только у тебя больше одного партнера, иначе того можно делать всё, что угодно. У тебя много мужчин, иначе у тебя секс и насилование одно и то же. Это всё часть отношения, к сожалению. Меня зовут Алексей, я блогер, так скажем, широко известный в узких кругах. Для себя, как я правильно понял эту тему, что такое сла-шейминг. Вообще, у меня на самом деле название не то, что ему понравилось, он звучный, такой интересный. Я просто никогда не слышал такого названия. Как я понял для себя этот предмет, что по сла-шеймингам понимается осуждение в разных формах, в самых разных формах, от мягких, скажем так, крайне жёстких женщин со стороны мужчин за демонстрацию своей сексуальности. Как некоторые считают, там чрезмерную. Но тут опять же, как бы, чётких понятий нет, всё как бы… Да, всё относительно. И я сразу для себя вот так, я до этого не задумывался сильно над этим, чтобы всё раскладывать по полочкам, но сразу для себя выделил два момента. Мне кажется, что есть два типа сла-шейминга довольно разных. В одном из них мы сталкиваемся с мужчиной, который видит женщину, демонстрирующую свою сексуальность через обнажение или там ещё какими-то там, направляющими сигналами для этого, в принципе, существует. Он считает, что эта женщина, она даёт некий биологический сигнал, что она самка, которая ищет самца, ей нужен секс, соответственно, секс именно с ним. И он считает себя праве, так сказать, её другом, таким животным методом, завоёвывать, ну как он считает это, и проявлять, грубо говоря, животную агрессию, не сдерживать свои животные инстинкты. Как вот я дикарь увидел самку, дубину ударил и потащил её в подворотку. По его представлениям, это правильно, потому что она сама мне своим видом намекнула. Вот, это одна форма, это прямая сексуальная агрессия. Есть, и я увидел для себя сразу другой аспект проблемы, это с лошеймингом, когда мужчина проявляет не столько сексуальную агрессию, сколько сходит из соображений безопасности о своей женщине или о каких-то, не обязательно своей там подруге, любовнице, жене, а может о своих дочерях, сестре и так далее, жене, потому что он знает, что она может столкнуться вот с таким животным поведением. Он сам может быть не против того, чтобы она демонстрировала свою сексуальность, если он знает, что общество к этому нормально, толерантно отнесутся. Но если он знает, что в том обществе, где они находятся, с большой вероятностью, что эта женщина столкнется с агрессией, может быть, ей будет причинен реальный ущерб и моральный, и физический, и всё вместе, то он осуждает это поведение чисто из соображений безопасности. Или же другой вариант, когда мужчина может осуждать такое поведение со стороны не своей, близкой женщины, а чужой, опасаясь, что она может таким поведением как бы распропагандировать его, близких женщин, на аналогичное поведение, и, соответственно, они подвергнутся уже опасности. И вот эти два момента, на мой взгляд, это нужно различать, потому что второй аспект, он различается тем, когда прекращается первый аспект. Если в обществе прекращается вот эта вот сексуальная агрессия неадекватно, если общество начинает спокойно реагировать на проявления сексуальности, и люди в состоянии смотреть, но не трогать, про что говорить, то тогда... Ну, просто, ну, как это ещё назвать? Ну, мне нравится, я бы, например, хотел бы жить в обществе, честно говоря, где люди могут демонстрировать свою сексуальность, там, как бы, ну, максимально, ну, максимально обнажаться, потому что неправильное утверждение, но при этом они точно будут знать, что они не станут только женщин, или что касается, что они не станут жертвами сексуальной агрессии. И, как бы, в таком случае, ну, мне бы это было комфортно, например. Но сейчас, если говорить про меня, если я живу там, допустим, со своей девушкой в районе, ну, какой-то первого, и она хочет вечером пойти, я не могу с ней идти. Ну, вообще, если она, вот, гуляет где-то в районе, я не очень хорошо буду относиться и буду стараться убить ее в том, чтобы она, ну, не одевалась, скажем так, не подчёркивала свою сексуальность. Не потому что я против этого, а потому что я знаю, что, как бы, этим самым, вот, в тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, она может, как бы, в итоге ей, может быть, нанесён определённый ущерб. Она может столкнуться вот с этой самой агрессией и получить разные неприятности. И здесь мною движет чувство, как бы, защиты и беспокойства за неё. Ну, так мы никогда не поменяем реальность. Да, да, кто-то хочет ответить. А дело, мне кажется, даже не сексуальности, потому что приставить вообще-то к любой одежде. Я хожу в любой одежде, я не хожу в короткой юбке, но я хожу, ну, я хожу в платье, я хожу в трюках. И вот совсем недавно просто машину вечером нашла, поздно, после выставки, и машина останавливается, девушка, давайте подвезём, ещё одна останавливается машина. Это что, я в короткой юбке шла? Я не шла в короткой юбке. Ну, я просто говорю о том, что дело не в сексуальности, а дело в том, что люди думают, что так вот можно, таким образом, так приставать или… То есть я согласна, если я иду одна, и поздно вечером, значит я соглашусь на какие-то предложения. Я думаю, что здесь есть просто на самом деле вот эту сексуальную агрессию, у неё есть на самом деле разные причины, как бы она… Да, бывает, что у мужчин, то есть это женщина, которая никак свою сексуальность не подчёркивает, может быть хоть в платье в пол, там всё пристанут. Но чаще всё-таки пристают женщины, которые… Вот это раз самое, погуляйте лучше. Маленькая ремарка. Я в своём блоге, а у меня сетчблог, много пишу об этом. В частности, я часто ссылаюсь на различные исследования. Например, в Израиле, а Израиле – это прекрасная страна для таких подобных исследований, потому что она в крайне… Ну, с разнообразной в форме культуры. Выясняли, как часто отвергаются изнасилы и приставания на улице женщин в различной форме одежды, потому что мы женщины очень скромно одеты, из атаксальных семей, и совершенно абсолютно светские, которые расскажут о них шутах и ничего не боятся. Разницы практически никак нет. Более того, женщин в скромной одежде пристают на улице больше. Почему? Да. Это не заинтересно. Потому что, сказать, есть вариант, что, возможно, они будут уменьшаться, наверно, нарваться на хор. Потому что они привыкли к этому. Более того, я отмечала хорист, но теперь я совсем корня. Они нарушают этих самых двух форм, возвращающихся по двух причинам. Первая причина – не только мужчину сплашебят. Это очень так женщина, потому что и сучка крашена, и он за институтку пошла, которая играет в банке на скамейке. Это абсолютно все общество. Это первый момент. А второй момент – когда вы говорите о беспокойстве за свою женщину, вы говорите о праве на эту женщину. Даже слова поражаются. Моя женщина, я с ней беспокойся. Она взрослая? Она свершеннолетняя. Сама себе может успокоиться. И ваше беспокойство – это совершенно оправданное, потому что мы можем успокоиться. И это нормально – успокоиться на тех, кого мы любим, и на близких людей. Но, тем не менее, когда начинает осуждаться о поведении человека, который есть свое собственное право распоряжаться собой, это ничем не отличается от того же ощущения права на чужое тело, что, как вы сказали в первом случае, демонстрируется. Я даже больше скажу. Самый простой способ отделаться от мужчины, который поставит на опцию – это сказать «У меня есть муж». Или «У меня есть муж». Потому что мужчины уважают право других мужчин на обладание женским делом. Если ты скажешь «Я не хочу», «Я так лучше», «У меня свои дела», это не будет такого важного. Поэтому, к сожалению, такой расклад он по мне не дает. – Стосот. Сначала. Да, вот по поводу того, что к женщинам в одежде, так сказать, одежде, навеянной влиянием ортодоксальных семей, приставали несколько чаще, чем к женщинам в одежде светских семей, которые одевались более свободно. Я читала некоторые исследования о том, что вообще движет людьми, которые, грубо говоря, отметились на ниве сексуальных преступлений. И, в общем-то, почти у всех из них одна из мотиваций – чаще всего она оказывалась ведущей, но далеко не всегда – это, собственно говоря, наибольшая вероятность не понести наказание. Грубо говоря, серая мышка, которая замотана, закутана во все тряпки, какие только дома смогла найти, она, скорее всего, никому об этом не расскажет. Тогда как девушка из более светской семьи, она больше вероятности, что она пойдет трубить всем, всей родне расскажет, в полицию заявит и, соответственно, его найдут. А вот эта девушка, она просто будет молчать и, в общем-то, все. Поэтому это их мотивация, и к таким девушкам пристают несколько чаще, что, как бы, грубо говоря, надеясь вот так вот защитить своих близких, в общем, им оказывают довольно медвежью услугу, потому что это никак не спасает их вот такой незавидной участия, в общем-то. Да. Собственно, основной моей тезис высказала про право на женщин. И я просто хотел сказать, что даже если разделять на две проблемы, то проблема в агрессии, да, и сексуальной агрессии, она, скорее, является следствием того, что в патерархальном обществе женщина является объектом, принадлежащим мужчине. Если женщина идёт на улице одна, бесхозная, значит, у мужчины есть право её поднять, что называется, забрать. Если она идёт с мужчиной, если мужчина, типа, уважаем, то, значит, окей, если... Если, значит, мужчина в клипе их любит, то, значит, это зависит от того, кто уже это право в борьбу между мужчинами. А так, женщина является абсолютно несвободным, зависимым человеком, поэтому женщина, которая как-то выражает свою сексуальность, то есть индивидуальность, то есть у неё есть своё право вводить свою собственную волю, это значит, ну, это недопустимо. Это значит, у неё мужика не от нормального, который держит её в гузде и не даёт ей играть, запрещает ей одеваться, значит, короткие юбки и выходить на улицу одной без сопровождения. И именно поэтому общество без агрессии скорее там, где каждый имеет собственное право на своё тело, и на себя, и на своё собственное мнение. И, на самом деле, да, то есть в Израиле, в принципе, там, в других странах, где, в принципе, агрессии значительно меньше. Тем не менее, сексуальной агрессии незначительно меньше, если это патриархальное общество. Тут уже, как бы, Россия даже не так сильно позади всех, конечно, сильно позади всех, но не так сильно. Всё. А я хотела бы высказаться на опять предыдущую тему про сексуальную одежду. Я поддерживалась с лошадиным боем в очень жёсткой форме, когда я училась в университете. И там вообще не шло речи о сексуальной одежде, там была другая причина. Я переехала в Москву, я уже скучала по дому, я была очень общительная. То есть я очень много разговаривала просто со семьей, я напрашивалась в гости, я приглашала к себе гостей. И этим самым я заработала такую репутацию. И насчёт того, что это женщины поддерживают, со мной девочки перестали общаться. Во-первых, потому что они не хотели, чтобы меня с ними ассоциировали. А во-вторых, потому что они очень боялись, что я буду водить их молодых людей. То есть они сами со мной не общались и запрещали со своими молодыми людьми со мной общаться. И в итоге ко мне в гости приходили только люди, которые ожидали от меня секса. И после этого они рассказывали какие-то истории о большой групповухах у меня дома и так далее. То есть эта репутация всё в общем росла и росла. Это очень ложивая история? Это очень ложивая история. Мясы и вопросы. Какая разница? Мне кажется, это не очень важно. Но нет, она почему-то была детственницей. То есть эта процентная история непроизвольная была? Мне кажется, нужно очень переживо относиться к каждому высказыванию. Особенно от опыта, который сейчас представляют люди. Мне кажется, нужно более переживо. Я бы хотела, чтобы люди были более откровенны и более переживо относиться. Окружающие. Вы можете радовать таким заявлениями? Это на самом деле в моём случае важно, потому что мне как раз очень не хотелось, чтобы люди, с которыми... То есть мне хотелось дружить. Мне хотелось настоящим друзей. Мне не хотелось вообще ни с кем заниматься сексом. Потому что мне никто тогда не нравился конкретно. Вот. И мне это очень сильно мешало жить, общаться и, в общем, общаться. У вас был комментарий? У меня был комментарий. Я могу про прочие. Ещё, мне кажется, нам нужно уточнить, что женщины зачастую осуждают не только за сексуальную распущенность, но и за асексуальность. Если женщина асексуальна, она тоже ненормальна, она тоже подвергается осуждению. То есть, в любом случае, женщина должна быть в этой норме, но никто не знает, что такое норма. Проблема в том, что никто не понимает, что такое норма сексуальности и как вообще с ней работать. Что ещё я хотела отметить, это уже какое-то другое. Я проводила исследование про сладшейминг и как защитную технологическую функцию сладшейминга. Дело в том, что женщины, которые имеют высокую идентификацию с другими женщинами, менее подвержены сладшеймингу, чем те женщины, которые не идентифицируют себя. Вот. Таким образом, если есть такая большая комьюнити, где женщины поддерживают друг друга и понимающие относятся к опыту друг друга, в таких обществах сладшейминг куда меньшее воздействие оказывает на самооценку, на другие психологические показатели типа психологической удовлетворенной жизнью и так далее. Вот. Такой комментарий. У меня есть замечания по этому поводу. Замечания и истории. То есть, когда мы говорим о новом сексуальности, это совершенно верно. Я не видела недавно фотографию, ее публиковали в связи с последней историей в Буркинию на живом древом, но фотографии 20-х годов, когда у женщины проверяли достаточно любимый у нее купальный костюм. Думала, сейчас купальные костюмы должны быть достаточно короткими. То есть, женщина все время предполагает, что она будет в этой норме. Эта норма, как и многие другие нормы, это такой типичный патриархальный двойной капкан, который все, что нас ожидает, должен быть достаточно сексуальный, но недостаточно сексуальный. И у каждого есть свое мнение. И когда в это вмешиваются еще какие-то органы власти, каким-то образом, а это может быть кто угодно, даже представители полиции в России, например, это самое страшное, что может случиться с человеком. Это хуже, чем встретить динозавра или зомби на улице, если хотели обратиться в полицейский, потому что значит, что делать плохо. Если не выясним какое-то мнение по этому вопросу, то все может просто плохо закончиться, и это для нас всегда есть очень большого стресса. Поэтому я очень согласна по моему сексуальному. У меня есть совершенно обратная ваша история, которую я организовала сама, и она меня спасла, она спасла мое психологическое равновесие. Было лет 15 назад в конверсии с Дегой Байджонами. И один очень неприятный человек начал испускать про меня слухи. Он написал большой пост, про которых я однажды напрашивалась к нему сексом, а он меня очень хотел сказать неудобно, а он меня так отринул, и я была позорно изгна. Это было ужасно обидно, потому что это было не так. Что я сделала? Я попросила всех своих фрунгов мужчин писать аналогичные истории в личном режиме. Про то, как я пришла к ним домой, очень напрашивал секс, и они меня ответили, и я же пошла и ушла. Это было такое шмешное, чем флешмоб. Мне было сразу понятно, кто какого мнения обо мне и вообще подобных историк придерживаешь. То есть одни говорили, да, да, мы точно знали, что она блюдища. Вот и правильно, правильно, мне нужно с этим мараться. Во вторых говорили, боже, как вы можете говорить только о женщине, даже если у вас... Потому что она была такая глупая, приставка с сексом, когда вы не хотели, она не смогла этого понять. Почему же вы пишете об этом? Это было очень мило, честное слово. Но после этого флешмоба мне реально получало души, потому что я помню свою растерянность из-за того, что я не знала, как я вообще могла на это ответить. Потому что это была как-то совершенно глупая история, на которую я... Ну как я могла ответить? Нет, меня там не было? Или нет, я тебе не домогалась? Или да, я домогалась, ты меня действительно выбросила, и теперь я вынуждена слушать публичную историю? Поэтому я хочу сказать, что если я очень понимаю, на самом деле, насколько это могло быть неприятно, и сочувствую просто... Даже несмотря на то, что я сама себя организовала такой флешмоб, некоторые комментарии, например, меня тогда очень нравили, потому что я слышала себе какие-то ужасные вещи. А когда это происходит из-за того, что какие-то люди, к которым ты хорошо относишься, спускают у тебя слухи, это очень-очень интересно. Просто хотел бы сказать. А у меня вопрос, по какому названию просто наканачивать, чтобы обсуждать термин. Если я правильно понял из названий, с перевода, как бы пример, слух шейминг, именно в такой формулировке, это все-таки подвергание какому-то агрессии, жесткой критике именно женщин, как мне кажется, именно демонстрирует, как-то подчеркивает всю сексуальность. Просто когда тему перевели потом на то, что жертвами агрессии становятся чаще или не реже женщины, которые одеваются достаточно скромно, возможно это так, но у меня вопрос просто такой чисто технический. А когда женщина, одевающаяся скромно, который термин слад, мне кажется, неприменим, исходя из того, насколько я знаю его применение, слэминг. Это типичная история военного капкана. Каждая женщина, вот здесь, в этом помещении, и за его пределами, она постоянно сталкивается со своим военным капканом. Военный капкан – это когда тебе предъявляют конфликтующие абсолютно трениры. Я вопрос до конца сформулирую. Я просто хочу сказать, я знаю, что я сейчас суббирую в основную группу, просто это постоянный упрек по поводу того, что ты одеваешься скромнее и не трепенчаешься. Я правильно понимаю просто, что слад шиммингом можно называть любое сексуальное приставание к женщине? Нет, нет, нет. Осуждение – это не только приставание. Осуждение, осуждение, но приставание может трянуть продолжение осуждения. Осуждение, обсуждение для внешнего вида женщины. Не только внешнего вида. И только внешнего вида. Говорим по очереди. Я, когда изучала эту тематику, столкнулась с огромной проблемой. И в социологических исследованиях, и в психологических исследованиях нет нормального термина. Слад шимминг из всех исследований, которые мне удалось прочитать, можно определить как акт порицания, акт осуждения чаще всего девушки за выглядящее сексуальным поведение. Это поведение может включать в себя и жесты, и манеры говорить, и твой внешний вид. А то, о чем вы говорили, это скорее харассмент. То есть агрессивное нападение – это уже про другое. Это уже не про порицание, это уже про действие. Мне бы хотелось вот о чем сказать. Что для меня от шимминг – это, наверное, все правильно. Да, это порицание какого-то действия или какого-то прошлого, в том числе действий в прошлом, да, женщины. То есть не происходило, которое большинство мужчин или вообще мужчины может осудить и сказать, что ты достойно себя неправильно ведешь. Вот мне кажется, основная проблема нашего общества, то хриархального общества – это момент, когда женщина не может наравне с мужчиной рассказать о количестве сексуальных партнеров, которые у нее были в жизни. То есть для мужчины быть кобелем, хвастаться количеством партнеров – это окей, это все круто. И даже приврать, да, для женщины в нашем обществе – занизить это количество. Это считается как раз нормой, потому что они боятся рассуждения. Для меня бы сладшейминг – это вот все-таки вот где-то близко вот к этому. То есть неравноправие, вообще никакого равноправия здесь нет. Девушка, встречаясь с молодым человеком, начиная отношения, она старается даже вообще не затрагивать эту тему. Она не говорит, там, Вася был классным перцем, да, вот так, у меня классного и так далее, да. А молодой человек при этом, он запросто может говорить, блин, я встречалась с Юлькой, и вот Юлька вообще супер, у него там такой размер и так далее. И вот это хвастовство, вот это, оно для мужчины считается нормой. Для женщины она боясь именно полиция, что ее там назовут как-то. И в том числе даже вот все на банальных примерах, когда в банальный клуб, да, приходит молодой человек, он перебрал, он с одной потанцевал, с другой, с третьей угостил коктейлем, ушел с четвертой. Если, и все будет хорошо, он молодец, он супер. Если девушка познакомилась с молодым человеком в клубе, но ушла со вторым, вот этот первый назовет ее шлюхой. Вот как раз он скажет, вот все, она, вот порицание, позор, и он ее найдет еще и в соцсетях, там, не дай бог, там, да. Я думаю, что это с девочкой где-нибудь, да, писать, писать о том, что ты такая дрянь, там, и так далее. Вот, то есть вот это порицание сексуального, сексуального прошлого или сексуальных партнеров. Вот это, да, да, вот это, конечно, это проблема огромная. Да, вы знаете, ВКонтакте есть же социальное сообщество, где парня находит девушек молодых, разводит их в личке на полу фотографии, а потом выкладывает и говорит, тоже, блядь, какая. Некоторые шантажи будут. Ну да, есть более жесткие примеры, то есть когда девушки, там, желая там работать, да, снимаются в каких-то эротических или в горно-роликах и так далее, то есть всем известны имиджборды типа Двача, да, то есть создаются огромнейшие треды, где просто через фантфейс находятся эти девушки, и они подвергаются огромнейшему преследованию. Каждый день такие треды создаются, жли на фантфейсе, а ее репутации конец в обществе в нашем. Ей надо переезжать. Я хотел сказать, что, наверное, говоришь о том, что это самая большая проблема с латшином для нашего общества, это довольно громко, потому что это одна из проблем, но, как бы, это, в принципе, одна из сторон той самой проблемы, из-за стартшейминга у нас. Я просто хотел рассказать историю, у меня подруга, она только что вернулась из Киргизии, и там, ну, не важно, она молодая, и она общалась с людьми, ну как, она привыкла в Москве общаться с людьми. И в Киргизии там общество гораздо более патриархальное, поэтому, когда девушка не имеет права звонить, первая начинает разговор с мужчиной. Поэтому когда она, значит, по привычке там, значит, звонила мальчику, с ней разговаривала, познакомилась, там, хочется продавать сообщение, просто пообщаться. Этим мальчики сразу как бы не понимали, что происходит, и думали, что, значит, она хочет, чтобы... значит, она хочет замуж за ней. Её в итоге чуть не похитили замок, но похищение достаточно известная штука. Так что это к тому, что если немножко до крайности ещё дойдёт, то будет так. То есть это, в принципе, одно и то же. Просто вопрос в масштабе. У нас, наверное, девочка может звонить первому мальчику, но если она будет звонить нескольким мальчикам, ну безусловно, я думаю, что нету рецепта такого, чтобы девочки не назвали шлюкой. Что ты не делаешь, звони мальчику, не звони мальчику, чтобы тебе все звонили, или просто не общайся с мальчиком, значит, её там есть, типа, дала шлюка, не дала шлюка. Подождите, подождите, сначала попал в очереди. Да, я хотела уточнить, что дело не только в сексе, да, а в том, что вообще получение внимания от мужчин, получается, что это очень плохо. То есть если девочка, да, вот как была история, она дружелюбная, то, значит, она точно хочет сексуального внимания от мужчин, да, и получается, что любая вообще женская активность максимально переводится в секс. И ещё одна проблема. Да, а потом они, наносаясь мужскому листу, жалуются, что женщины ходят по улицам с каменными лицами и не обращают на них внимания, потому что женщина просто боится. Я хотела сказать, что немного не согласна с использованием только мужчины и женщины. Ну, то есть мужчины обсуждают женщин за их поведение. Нет, женщины тоже осуждают, мы это уже обсуждали. А я хотела ещё упомянуть и обратную сторону медали. Не только женщины страдают от такой патриархальной модели. Мужчина тоже, если он недостаточно сексуален, недостаточно вожделеет секса от каждой девушки, он тоже является недостаточно мускулинным, недостаточно мужчиной в нашем обществе патриархальном, но это тоже проблема. То есть такой мужчина тоже страдает от этой патриархальной модели. Вот. Мне кажется, это важно. Можно? Сейчас. По очереди. Вот история как раз к вопросу, что бы она ни делала, её всё равно назовут словом либо на букву Б, либо на букву Ш. Да. В общем, история. Концерт. В принципе, ничего не предвещало, так сказать. Ну вот у нас там как бы своя компания, и как бы в принципе никто ни от кого не ждёт какого-то вот, какой-то внезапной выходки, после которой так стоишь, чешешь шлепу и думаешь, это что вообще было на твоём? И в общем, там один мальчик, ну как сказать, мальчик, ну в общем, там возраст толком не определит, потому что мне сильно веселее. В общем, он подходит ко мне, там сначала угощает пивом, чуть ли не вливает его в глотку, и потом говорит, поцелуй меня. Я говорю, я не могу, у меня есть парень. Говорю я это ему на английском, потому что он немец, и разговор у него только английский. В итоге он по-русски выпаливает. Шлюха, гори в аду. Я стою и думаю, блин, а что было вообще? То есть, мозг был взорван, всё. Конец истории. У меня такой комментарий, которым я хотел бы у присутствующих, на самом деле, выяснить один интересный вопрос. Может быть, болезнен для кого-то. Я хотел немножко развить эту историю про поездку девушку в Киргизии, где люди несколько более, мягко скажем, консервативных взглядов, они вполне адекватно воспринимали её желание пообщаться по телефону. Смотрите, я когда общаюсь с женщинами часто, но я в том числе общаюсь про все эти вот сексуальные вещи, и вот если женщина, с которыми я общаюсь, в моём кругу общения, довольно широкий жаловался на проблему с флакшеймингом, я не знал, что это значит так называется, именно уличного, когда речь идёт о уличных оскорблениях, каких-то вот этих освистываниях, поруганиях, которые могут перетекать в приставаниях, могут не перетекать, но очень сильно на человека морально давят, то вот по своим оценкам я сделал такой вывод, что вот женщин, с которыми я общался, они жалуются, что процентов на 80 в Москве, например, это проблема с флакшеймингом со стороны приезжих из мусульманских стран. Может быть там, я понимаю, здесь как бы в основном, кто-то согласился, кто-то нет, и вот у меня по этому вопрос, вот насколько вы вообще с этим согласны здесь присутствующие, и как соотносить, например, вопрос политику, не политику, а идеологию, философию, эмансипации женщин, феминизма, я в принципе не являюсь противником феминизма, хотя мне не нравятся развлекания. Это очень сложно, я понимаю, что здесь аудитория такая, для которой я скорее патриархальный фашист, хотя в принципе я себя таковым не считаю. Насколько вот эта политика эмансипации женщин, философия эмансипации, соотносится с философией политикой мультикультурализма, которая ведет столкновение двух миров с совершенно уже разными, даже если брать Россию, Россия может быть отстает от Западной Европы, по сравнению с мусульманским миром, в смысле культурного, в смысле эмансипации, вот этих всех вопросов со свободы, оно все стоит на порядке выше. Как это, вот с точки зрения, у меня есть для себя ответ уже очевидный, но для остальных мне хочется узнать, как это совмещать, и можно ли это совмещать, и нужно ли это совмещать. Можно ли это понимать в комментарии России на половину мусульманской страны? Да, но это не так. Нагистан тоже в России, кстати, находится. Это отдельная региона, довольно специфическая. Это Россия, по поводу того, что происходит на улицах, когда мы говорим о муличных осветствованиях, речь не об мультикультурализме, а о том, что рабочие на улицах – это мигранты в полурабском состоянии, и эти рабочие, которые находятся в полурабском состоянии, которые доплачивают, потому что мы знаем, что с ними происходит, мы знаем эти истории, когда люди выезжают, у них отбирают баспорт, заставляют работать и так далее. Русские на это не подвешиваются, в том числе потому, что они защищены местными законами. Нет, когда мы говорим о муличных осветствованиях, мы говорим про то, что одни очень углубленные люди самовыражаются, как могут, в сторону других дел, очень углубленных людей. Когда мы говорим о слушании со стороны местного населения, оно выражается. В соцсетях разве мигранты таджики? Нам что-то говорят нет. К нашим фотографиям говорят, я вдул, о какие сиськи, или о чё такие обвисленные сиськи. Это что, нам говорят, эмигранты таджики? Вовсе нет. Можно маленькую ремарку. Я не знаю, когда, в последний раз, меня свистывают таджики, я на них достаточно молодая, но мне свистили. Зато в соцсетях я вижу дома, и когда мне мама говорит, что можно было бодиться поскромнее, это нет, это не приезжая. Можно маленькую ремарку? Я понимаю. Тогда вот мне на это жалуются, жалуются на таджиков и киргизов успехов, условно, в Средней Азии, коллективно относительно не часто. Жалуются в основном на российский и советский Кавказ, которые не равны, не имеют никакого отношения. Люди, как правило, состоятельные, образованные, и второе, вы считаете, что если условия работы трудовых мигрантов были бы лучше, то их сексуальное поведение, их отношение к женщинам, российским, русским, оно было бы другим, более толерантным. И, кстати, еще и последний вопрос, насколько мне говорили, я общался со знакомой, которая живет в Израиле, она, как бы, вы просто говорили про Израиль про приставание и агрессию в Израиле, а сколько она не говорила, может быть, я ошибаюсь, что там большая часть приставания к женщинам, социальным насилием, анатарамов идет. Я не могу говорить о Израиле, я не знаю местную автономию, поэтому это вопрос не ко мне, я не пытаюсь сделать вопрос, потому что я не обладаю ни статистикой, ни знаниями от местного населения, потому что ко мне в Израиле, в основном приставали евреи, извините, во всяком случае это такое. Я жила в Израиле, я не все время это делаю. Да, не все время. Извините про Израиль, евреи и арабы на лицо их не отличить, не так. Ну, вот. А по поводу остальных вопросов, смотрите, ну что значит мультикультурализм и что значит амансипация? Давайте поговорим про отдел, например, Уизы Галлопиевой, совершенно известная. Несу что летняя девушка, не закончившая школу, начальник местного ОВД отцепил деревню, отец ее совершенно не отсвечивал, ее выдали за него замуж, что это показывали по центральным каналам. Это показывали в Лайфру, это показывали по отдельному каналу, показывали, как девушка счастлива, а ее родственники невнятно гнили, что мы согласны и поэтому все нормально. Поэтому, когда мы говорим о мультикультурализме, мы говорим не об агрессии со стороны горячих, кавказских мужчин, мы говорим о том, что вообще-то наши российские мужчины, которые управляют нашим обществом, совершенно спокойно это воспринимают, и считают, что это как раз нормально. Я не вижу вообще никакой особенной разницы между тем, что происходит в населенном Кавказе и то, что происходит в средней полосе просто. В населенном Кавказе есть анаты, и там более закрытое информационное общество. А по большому счету, по тому результату, что мы видим, что женщины рожают детей, когда они этого не хотят, что женщины не могут контролировать свою сексуальную и правую жизнь, что женщины не могут пойти в полицию, если к ним приставят на улицах, или если их оскорбляют в социальных сетях. Разницы нет никакой. Мультикультурализм это очень-очень. Мне кажется, тут еще можно заметить, что когда рассказывают такие истории женщины, то они говорят о национальности, только если это какая-то ярко выраженная национальность. То есть если это Кавказец, то они скажут, что это был Кавказец. Если это был выглядящий, ну, со славянской внешностью мужчин, то они не скажут про его внешность ничего, это просто будет мужчина. И поэтому может создаваться впечатление, что чаще какие-то такие истории возникают с Кавказцами. Кроме того, мы уже запоминаем только яркие вещи. Есть такой простой пример. Если в сайте директоров сидит три женщины, а остальные мужчины, нам кажется, что женщин половина. Если ровно пополам, нам кажется, что женщин перебудут. Точно так же, как он пример, если среди директоров китайцы, или чернокожие. И что-то, что выбивается из нашего паттерна белая стандартная внешность мужчины. Точно так же один случай, который мы услышим за месяц, то есть о том, что некий лицо кавказской национальности, а на наших снаториях появляется еще и в том, что мы их вообще никак не изучаем. А люди все очень разные, из очень разных мест. Мы это моментально запоминаем, и проходит мимо остальные истории. Я считаю, что существуют проблемы, и нельзя в нее закрывать глаза. Существует проблема, что есть изнасилование девочек, и что многие селятся в подмосковных городах, и там тоже невозможно пройти вечером, погулять все равно. Даже днем пойти куда-то тоже страшновато. И в городе, я не знаю, это есть. Вот мой опыт такой. Я могу сказать точно, что раньше было больше русских, сейчас в основном одни такие восточные мужчины. Почему? Я как-то не так одета, я не так как-то выгляжу, или у меня какой-то не такой особенный возраст. Но вот есть такая проблема. И это очень страшно, когда ты идешь, и подъезжают машины, и я не знаю, вот как схватят, потому что будет народ за меня заступаться, хотя я еду там в 11 часов вечера. Вот. И не будет там, что рядом такая блюдь, я иду по проезжей, рядом с проезжей частью, машины едут. Запихнут меня машины, запихнут меня машины. Это страшно на самом деле. Я хочу гулять в этой, и не беспокоиться за свою безопасность. У меня просто маленькая ремарочка насчет развлечения национальностей. Первый вопрос – это кто из присутствующих отличит Киргиза от казаха, от бурята, например. И второй вопрос – сколько из присутствующих подумали, что история про девушку, которая съездила в Киргизию, про которую Константин рассказывал, кто из присутствующих подумал, что это про меня было. Нет? Один был. Я, скорее всего, отмечу казаха и бурята, может быть, не вставка. Хорошо, просто как бы, по крайней мере, по моему опыту, люди очень редко различают национальности. Так что я, как бы, я азиатка. Меня когда-то толпу задала. Это просто маленькая-маленькая ремарочка про национальности и про их развлечения другими людьми. Мне кажется, что это на самом деле очень важная ремарка, потому что всякий раз, когда мы говорим о вещах, которые очень мало отличаются, я говорю сейчас не о национальностях, а о понятиях. То есть, как сейчас, например, у нас в одной куче свалены любительoly, foughtshaming, проблемы насилия и так далее. Нам очень не хватает слов и нам очень не хватает разработанных понятий. Нам трудно говорить о расе, нам трудно говорить о национальности, нам очень трудно говорить о религии, нам трудно говорить о культурных различиях. Ну, сваливаешься в это, ой, эти азиаты, ой, это какой-то средний азиат, ой, это лицо кавказской национальности, ой, это там еще кто-то, а это условно-славянская, я, например, не славянка, но мне однажды, я выгляжу как бы как славянка, но однажды, например, мне не сдали квартиру, что славянка, женам не сдаем, вот, я не понимала, что это было. И я хочу сказать, что то, что мы сейчас делаем, это на самом деле очень важно, как мне кажется, потому что нам нужно очень как следует выгодно больше проблематизации и более четко обсудать, потому что, опять же, я сейчас окончу, я волонтеры в маленьком интернет-магазине, мы делаем футболки, значки, сумки, то есть такое, и все доходы, мы там работаем бесплатно, а мы все доходы отправляем в Центру помощи по задавшему сексуальному насилию сестры, вот, и, в частности, мы в свое время хотели сделать много таких феминистских плитов на распространенные темы и поняли, что английский понимают мало, а на русский все-таки не перевести, более того, не перевести в таком формате, чтобы все это могло создаться в семье, потому что, если мы посмотрим, слова листин, лейбинг, сладшейминг и прочее, они удобны тем, что человек, который минимально понимает английский, он может набить-то в букву и он видит кучу штатив в приличных изданиях про эти явления, а то, как они обсуждаются, что это такое в русском, мы пробовали, я подключала копирайтеров, они не в состоянии придумать ни одного такого поражения, которое и описывал бы проблему, и при этом могло бы появиться в, не знаю, в «The Village», а будем говорить «Шлюха-шельмования», ну, мне все это не понятно, серьезно, это было бы… Я, кстати, перевела его в русском. Да, да, но почему «Шлюха-шельмования» – это все-таки «давайте шлюху, а не девушку обижают». Поэтому, на самом деле, мне кажется, это очень важная ремарка, потому что всякий раз, когда мы принимаем проблему со сложным и произносимым названием, окажется, что у нее насажено очень много всего, что мы просто не в состоянии пока проговорить. Я хотел сказать, что еще, в общем, есть такая вещь, как персональный баяс, да, ну, то есть персональная склонность к выбору, и в том числе, может быть, то, что вам рассказывают такие истории, поскольку истории у каждого разные, и вам рассказывают, потому что знают ваши взгляды, я знаю ваши взгляды, да, и поэтому, наверное, значит, те люди, которые действительно, значит, есть проблемы с… под приставанием, я не знаю, как сказать, людей, похожих на то, что называют в СМИ лицами фавказской национальтики, а также национальтики, естественно, нет, неважно, то, наверное, что-то они расскажут. Другие люди просто не будут вам рассказывать или что-то еще. Проблема эта в том, что истории есть у всех разные, и как бы на самом деле есть еще такой очень маленький аспект, ну, большой аспект, что люди, которые, значит, люди, которые называют кавказцами, да, они в Москве считаются людьми, в общем-то, не привиденными, людьми второго сорта. Потому что мы считаем, что это другие люди, да, то есть люди, которые внешне… Диколюбий, да, сбор и прочее. Действительно, в том, что когда богатый белый, условно говоря, там, славянский олигарх, не знаю, олигарх, паркет, не знаю, как это называется, останавливается и, значит, приливает внимание, то если женщина скажет, что она отказала такому чуваку, ну, в общем-то, ее, как бы, скорее всего, тоже будет какой-то шейминг насчет того, что, типа, ты чего такого, типа, чувака углезла. А со стороны человека, которого, в общем-то, считается, в московском обществе, в данном случае, считается человеком внешнего, людьми, что ее сорта, ты что, он себе позволяет? Он же второго сорта, как он может на первосортный товар только свистеть? И, по-моему, это еще есть. И есть еще другой, кажется, называется catcalling, насколько я понимаю. Да. Да. Технологии все-таки стоит различать, ну, все, я все. Нет, пожалуйста, сначала. Я хотела сказать, что есть еще confirmation bias, когда мы принимаем ту информацию, с которой мы согласны. То есть, если мы знаем, да, что лица кавказской национальности, сейчас очень много будет, если мы знаем, что лица кавказской национальности опасны или плохи и насилуют, то мы будем больше обращать внимание на те истории, которые будут включать в себя опасность от лиц кавказской национальности. Да. И та же история, получается, как раз со сладшеймингом, что если девушку как-то колят, или насилуют, или харасят, или что угодно, да, если при этом у нее было декольте, то это потому, что у нее было декольте, и значит, это на что-то влияло. А если она говорит, нет, не было декольте, ну, значит, она слишком улыбалась. А если не слишком улыбалась, то значит, она все равно этого хотела, да, и получается, что мы под одну гребенку подгоняем всех по каким-то признакам, которые мы от кого-то услышали и почему-то решили, что это правда. Сейчас. И вот еще к вопросу, там, об умении определять национальность. Веселая такая история, чтобы немного разрядить обстановку. В общем, один академик, очень известный академик, я сейчас имя назвать не буду, говорит, ну, читает лекцию, аудитория, студенты, ну, студенты самые разные, это еще Советский Союз. И, в общем, он говорит, я могу там с вероятностью до 90% определить, кто точно славянин, а кто нет. Он там указывает, ты, ты, и говорит, там, встаньте, ну, и они представляются там, ну, Даша Иванова, Вася Петров. И, наконец, доходит очередь до третьего молодого человека, и тут он произносит, Илья Рафаэльович Ахмедов. Все, за нас. Так что, тут очень сложный вопрос, на самом деле. А я хотела сказать, что, во-первых, я согласна с тем, что вам могут рассказывать люди про приставания кавказцев и других национальностей из-за предубежденности против них. Ну, то есть я лично знаю таких людей, которые вот все на них валят. Вот. А во-вторых, я думаю, что здесь есть еще один аспект. То есть я бы сказала, что там меня освистывали на улицах чаще, наверное, тоже не славяне, но при этом и не люди там в метро, спокойно едущие на работу, а вот именно какие-нибудь гастарбайтеры. То есть они, они не только там свистят вслед, они еще и придутся на тротуар, например, и то есть я имею в виду это социальный слой, это не национальность. Вот. А более цивилизованные люди с ладшеймом тоже более цивилизованно, более тонко. Не так, да? Не так, да? Спасибо. 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 Да. 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 Знаете, по поводу тех же Кавказцев я хочу сказать, что, по-моему, на некорректности все, конечно, здорово, но давайте учитывать и культурный контекст тоже. Я вообще, честно говоря, не очень понимаю, почему мы обсуждаем эту сферу, но раз это... Почему она всех как заинтересовалась? То все-таки, да, но я просто не понимаю, все так заступаются. Мне кажется, мужчина, который воспитанным в исламской традиции, больше вероятность, что он воспринимает женщину, которая идет одна ночью по улице, как бесхозную вещь, которая отучляется, и которую можно подобрать, или которую можно комментировать, или что-то такое, вот. Вот и все. Такие вещи тоже нужно учитывать, и если говорить про всяческий мультивнаторизм, то к этому я тоже скептически отношусь, мне кажется, что нужно людей из таких культур каким-то образом перевоспитывать, потому что невозможно сохранить свою культуру, цепь, как она была задумана, и при этом заставить там относиться к женщине нормально. Я думаю, что пока мы не в состоянии справиться с нашими славянскими соседями, соседей, поджечь, а я не могу обсуждать. Это уже следующий шаг. Угу. Сейчас начало, а потом ты. Нет, я два слова хочу. Ну, давай, давай, давай. Ну, по поводу кавказов, потому что я начала на эту тему, я могу отличить русский язык от... Нерусского языка. И когда мне говорили, эль, девушка, или там, вот с таким вот кавказским акцентом, я уверена, что ко мне пристают именно кавказцы. И, в основном, вот эти, я не знаю, с какой страны, там, из Дагестана, там, из Чечни, или из какой-то... Я не спрашивала, я не заводила разговор, но это были нерусские парни. И вот, я не знаю, или... Они занимаются, что происходит? Верите, вы не верите. Что? Вот у меня такой опыт. Я прошу прощения. Они кричат, они вот... Ну, смысла, оскорбение не кричат, они вот это, давай садись, подвезу, давай это... Ну, они... Ну, они у меня... То есть, я как вещь должна садиться в один... Они могут ехать долго. Я помню, один километр ехал за мной. Я, ну, шла, там, километр... Два километра они могут ехать. Они не встают, и они могут просто... Ну, это такое, как домогательство. Я не знаю, как это назвать. Ходит это в сложение. Но это точно нерусские парни. А что нерусские парни, это... Ну, они просто устают, они более ленивые. Они по-другому разговаривают. Они по-другому разговаривают. Ну, вот у меня такой опыт. Вот, что хотите, то и делаю. Вот, ну, блин. Это было совсем жестко. Да, вот, если мы говорим уже о личном опыте, я вот как человек явно не славянской национальности, могу сказать, что мне наоборот. Меня сладшейлили, и ко мне там как-то относились как к проститутке, или как к девушке, которая по умолчанию обязана меня... Даже, знаете, при знакомстве меня отказывались называть моим именем. Мне придумывали какую-то кличку, которой предлагали называть меня вот в компании. И я к этому, знаете, очень-очень отрицательно относилась. С этими людьми я больше не общалась. Как бы один раз увиделась на какой-то вечеринке, и все. Все, как бы все, закончилось. Это все были русские парни. Вот, у меня такой опыт. Опять же, говорим, что у каждого свой опыт. Но, во-первых, действительно, наверное, то есть как бы где-то у людей, которые привыкли, что женщина должна носить обязательно штаны до колена, и за то, что ты наденешь короткий дюк или короткий шорт, и тебя могут попить камнями, и приедут в Москву, где девушки ходят, в общем, как хотят. Иногда. Не как хотят, но условно говоря, как хотят. Наверное, это может вызвать какие-то диссонансы. Вопрос в том, что они же не делают каких-то вещей, которые... Например, они, условно говоря, не бьют витрины, потому что местные люди так не делают. Но они делают то, что делают русские люди то же самое. То есть это нормально. Нормально приставать к женщине на улице, тебе никто не скажет, что это плохо. Вопрос в том, что когда люди приезжают в страну, то есть это штука мультикультуры. Когда человек приезжает, он понимает, что в этом месте есть такие порядки, и можно так делать. Кэтколинг в Москве, в России, это нормально. Это драмализованная вещь. И естественно, что если ты белый, привилегированный человек, ты будешь катколить, ты не будешь катколить, и ты будешь как-то покупать женщин, девочек из Инстаграма, или, не знаю, в баре покупать их за алкоголь, еду, условно говоря, подарки и прочее, у тебя есть другие способы, более нормативные для твоего круга, для твоей страны. Если ты человек, который привык, или просто у тебя нет такой стадии, то у тебя есть машина, или просто не машина, и ты сидишь на улице, потому что тебе нужно копать этот турбанный асфальт, и перекладывать плитку двадцатый раз, и мы им проходят детки, но ты будешь использовать тот способ, который доступен тебе. Суть в том, что, наверное, может быть, для условных кавказцев катколинг на улице освистывания является более простой, нормативной, доступной вещью, чем покупка женщины в баре. Можно мне этого слова сказать? Я просто эту тему завел, я вижу, что она мне нравится, я прошу прощения, если я кого-то и расстроил. Просто я вижу, что некоторые очень живо отреагировали, значит, проблема как бы есть. Я просто благодарю, что мне ответили. Я ни с кем не буду спорить, потому что я услышал то, что он спросил, и спасибо. Может быть, перейти к другому. Да, да, да. Я бы на самом деле хотела использовать свою очередь, чтобы перевести тему, потому что и сказать, что мне кажется, что в нашем обществе на данный момент люди в целом, по крайней мере в моем окружении, понимают, что свистеть девушке на улице из-за того, что она идет на каблуках – это плохо, что насиловать ее на улице – это плохо, что очень патриархальные культуры, там, исламские, например, очень многие осуждают. То есть наслышано там про все ужасы, которые там происходят с женщинами, в общем, и так далее. Вот. А вот то, что происходит у нас здесь и сейчас, то, что происходит там внутри семьи, то, что происходит внутри какой-то мужской компании – это даже никто не замечает. И мне кажется, что… То есть мне бы хотелось поговорить о вот таких менее очевидных вещах. И… Хочу рассказать два момента к вопросу, который поднимался 20 минут назад. Почему девушек считают шлюхами? Что для этого нужно сделать? Да. В общем, вот. Вначале я об этой ситуации не знала, а потом, когда узнала, начала выяснять, типа, а что я делаю не так. И вот я спрашиваю одного своего однокурсника – «Расскажи, вот, вроде уже, как бы, много времени прошло, вроде уже все знают, доказательств-то нет никаких, то есть слухи есть, а, в общем, и все такое. Вот почему репутация все еще сохраняется?» Он говорит, ну, не знаю, вот есть у тебя что-то вот такое, такое вот, знаешь, искорки в глазах. Особенно, когда ты смеешься. Вот. Надолго подвесли на жизнь. Вот. И второй момент. Я приехала домой. Первый раз я рассказала своей лучшей подруге, что вот, оказывается, значит, вот там, мне так говорят. Она говорит, ну, там, типа, извини, но ты, я вам делаю что-то не так. Вот. И вот, и потом она с ответным визитом навещает меня, и про нее такая же репутация. Вот. А у нее очень… То есть она вообще принесла впечатление, она очень привлекательная, там, большая грудь, там, Италия и все такое. Вот. И, в общем, я там навещаю, и я про нее спрашиваю. Ну, вот объясните мне. Типа, вот, она-то почему слюха? Мне говорят, а что, нет? Я говорю, нет? Я говорю, нет. Это с ее-то сиськами? Угу. Угу. Угу, вот. Такая царя шоков. Достаточно родиться девочкой и то уже по-буду. Да. Вот. То есть я не представляю, как вот, как от этого можно защититься? Угу. Если вы не вписываетесь в некий канон скромности, то вы уже проститутка в патриархальной культуре. Ну, вписаться в канон скромности очень трудно. То есть большая грудь. Или ты посмеялась, или что-то еще. В канон скромности он сказал, что вообще не возможно вписаться, потому что все это постоянно меняется. Просто если вернуться чуть-чуть, и обещаю ненадолго, на тему северного Кавказа, мы можем оттрубить, посмотреть, что когда люди приезжают сюда, они кричат «Эй, девушка!». А когда в некоторых местах, мы не будем говорить за весь огня, как раз разумеется, они у себя, мы видим там калечение женских половых органов и убийство чести. Это крайние меры для того, что нам оттворчение. Почему? То есть в недавном обсуждении про колечие женских половых органов говорилось, что это нужно сделать, чтобы умерить женскую плиту. Вот. Это тоже вписывание в канон скромности. Да, убийство чести, потому что она сходила куда-то налево, возможно, не факт. Но люди будут думать, что она шлюха, и значит все. Ну, несчастная. Если мы убьем эту женщину, то все будет нормально, никакого случая не будет. Поэтому, и я просто хочу, я сделала эту ремарку исключительно, потому что, когда мы говорим о России, когда мы говорим о мультикультурализме, на самом деле, когда нас здесь обижают и сжимят люди национальности, которых мы не можем определить, мы на самом деле черепу отделываемся, потому что здесь такие вещи не пройдут. И гораздо хуже приходится женщина, которая находится в тех местах, где их никто не защищает, кроме адаптов, которые их больше обижают, чем защищают. Ты причем тебя взялся? Да, по поводу мультикультурализма я все-таки хотела бы сказать, что, да, мы должны, как низкое сообщество, признавать, что люди, которые приезжают из стран, ну скажем так, с той культурой гендерной и сексуальной, которая ниже, чем у нас, мы должны признавать, что тогда, когда они приезжают к нам, своими действиями они, конечно же, способны снизить и нашу культуру. Но в то же время мы должны понимать, что мы все, абсолютно все подвластны, механизмы переноса вины на других. И, собственно, мы должны от этого соблазна постоянно воздерживаться. И вот очень важное замечание про разное насилие. Мы должны помнить, что если мы не осуществляем или в отношении к нам не осуществляют какой-либо вид насилия, это значит, что нас насилуют как-то по-другому. То есть, возможно, это та же классификация, как классификация женщин на шлюх и девственницы. Шлюх и девственницы – это возможно в нашей культуре? Да, наши классификации словно черных и белых мужчин – это то же самое, что их классификация на шлюх и девственницы. Я, можно, все-таки разрежу обстановку и тоже попробую закруглить тему обсуждения мультивной культурности. У меня есть очень хороший друг татарин. И у него русская жена и дочка, совершенно замечательная. И он познакомился с ней в трамвае. Он увидел ее, влюбился в нее, побежал за ней, когда она вышла на остановке. Сказал ей, что вот тебя я люблю и хочу, больше не буду расставаться. И там через три дня он уже привез ее ко мне познакомить и говорил, посмотри, вот. И они живут уже несколько лет счастливы и чудесны. И если бы она его шуганулась, потому что он ее там освистал или что-то такое, может быть, не было бы чудесной, замечательной семьи. Поэтому вот все-таки, мне кажется, о таком тоже можно помнить, что свое отношение к ситуации тоже влияет как-то иногда. Можно я тогда уже насильственно вклинюсь, да, чтобы закруглить действительно вот эту подтему и подвести определенный итог вот этой первой части нашего обсуждения. Во-первых, мне кажется, важным отделить разные термины, которые мы используем, чтобы прояснить понятия. То есть мы говорим о осуждении женщин за проявление сексуальности. И мы отделяем это от такого понятия, как harassment, сексуальное домогательство, от такого подпонятия, как catcalling, то есть освистывание на улице. Мы отмечаем, что в патриархальном обществе существует иерархия, поэтому такое отношение, оно сверху вниз направлено от мужчин к женщинам. Но при этом не забываем, что там и на мужчин, и на женщин гендерные стереотипы оказывают негативное влияние, но при этом не забываем, у кого в руках сосредоточена власть. Мы отмечаем, что существуют двойные стандарты, которые как раз задают вот эту вот проблему, то что отношение к проявлению сексуальности у мужчин и у женщин, оно оценивается по-разному. И имеют место быть разные ожидания, и границы постоянно размываются исторически. И здесь, мне кажется, можно было бы вспомнить исторически феминистскую критику. И здесь я всегда подчеркиваю как раз вот проблему цивилизационного вопроса. То есть мы говорим в основном про западный феминизм, чаще всего белый феминизм, который был в Северной Америке и в Европе. Мы гораздо хуже обычно знаем, вот в том числе в России, в российской науке. Реже обсуждаются исторические процессы, которые были в других регионах на протяжении истории. И нам сложнее об этом говорить, ну потому что простой пример, который я вычитала буквально вот в этом году, интересный по поводу того, как, например, в Японии до революции Мэйдзи, до того, как пришли европейцы, христианские миссионеры, в Японии была фактически, ну, нормализована мужская гомосексуальность. И есть куча всяких рисунков, изображений. Все это считалось в пределах нормы. После прихода христианских миссионеров начало распространяться вот это вот негативное отношение. И в итоге там, в XX веке уже начали появляться соответствующие законы, запрещающие мужскую гомосексуальность. Но, как бы, женская, она, в общем, там не то чтобы очень запрещалась, но активно не рассматривалась, как бы опять в рамках патриархальной иерархии. Как бы, она принималась для мужского взгляда. То есть там мужчины могут посмотреть на двух женщин там или больше. В этом плане тут все сложно. Если же говорить о том, о чем мы, как правило, больше говорим, это именно западный феминизм, то вот мы как раз в рамках ридинг-группы недавно изучали классику XIX века. И тут, наверное, важно ввести схему отношения к сексуальности. Она выражается в противоборстве тенденций. Это тенденция секс-позитивная и секс-негативная. Есть эти тенденции как бы патриархального толка. Вот это, например, секс-негативная тенденция, вот так называемый шейминг как раз за любые проявления сексуальности со стразой женщин, субъектности в сексуальном плане. Это вот проблема, которая в западном феминизме в XIX веке очень активно обсуждалась. И тогда самые радикальные феминистские высказывания, они как раз строились на противоборстве вот этому вот патриархальному секс-негативизму. И бурю-бурю эмоций вызывали как раз писательницы, мыслительницы, которые вели то, что тогда называлось фривольным образом жизни, имели много партнеров, не скрывали свои взгляды на сексуальность. И, соответственно, этой патриархальной тенденцией противостояла вот эта радикальная для XIX века, для западного феминизма XIX века секс-позитивная тенденция. В XX веке произошли определенные изменения после Второй мировой войны. Как мы знаем, в Северной Америке и в Европе началась так называемая сексуальная революция, которая все очень определенным образом поменяла. И сексуальность начала после 60-х годов постепенно коммерциализироваться, вписываться в традиционные капиталистические схемы купли-продажи, превращаться в товар. Сексуальность быстро стала товаром. Появилось такое явление, как патриархальная секс-позитивная проблема. И, соответственно, возникла в русле, опять же, западного феминизма противоположная тенденция, уже противостоящая вот этому патриархальной продаже сексуальности. Это радикально-феминистская секс-негативная тенденция, которая как раз критически относилась к проявлениям вот этой сексуальности. И в том числе они как раз критически оценивали в том числе такие вот явления, как вот эти вот марши, слотвок, то есть как есть феминистки, которые поддерживают, выступают за такие марши, участвуют в них активно. Есть, с другой стороны, те, которые относятся к ним более критично. И даже там используют какой-то, может быть, новый термин, там, неопатриархат, например, для того, чтобы как-то характеризовать это явление. Вот, поэтому мы видим вот такое вот пересечение этих линий, такую схему я бы нарисовала, если было на чем. Вот. И тут еще важная проблема – это как раз вот связь с проблемой проституции, то есть стигматизация проституированных женщин, которая осуществляется, потому что, как бы, всех женщин, ну, как бы, сравнивают с проституированными женщинами, предполагают, что это что-то очень плохое, и, сравнивая их, как бы, они, те, кто этим занимаются, пытаются их таким образом принизить. То есть тут еще такая вот стигматизация происходит тоже. И эти проблемы, безусловно, они связаны между собой. И, наверное, хотелось бы вот поговорить сейчас об этих базовых вещах, о том, какие из этих проблем, которые озвучивались. Озвучилась проблема в целом – подавление сексуальности, осуждение сексуальности. Это аспект, может быть, связанный с какими-то консервативными тенденциями в нашем обществе. Тут опять важно волнами рассматривать, потому что одна ситуация была в позднем Советском Союзе, потом немного другая ситуация. Прямо противоположные тенденции были уже в 90-е годы, в начале 2000-х. Многие, наверное, помнят, в общем, как это все двигалось. Потом в какой-то момент наметился обратный поворот в другом направлении. Мы сейчас ощущаем то, что некоторые называют термином «консервативный поворот». Другая проблема как раз – это связь виктимблейминга с проблемой сладшейминга, которая тоже в нашем обществе очень себя проявляет. И хотелось бы вот эти болевые точки нащупать, которые именно для современной России наиболее актуальны в контексте вот этих всех общих процессов, и наметить пути для их решения. То есть мы можем сформулировать эти болевые точки и подумать, что каждый и каждый из нас могли бы делать для того, чтобы как-то это все побороть. Я закончу на этом, и дальше уже вы можете… Да, я хотела очень быстро сказать. Для того, чтобы вообще любое явление изменить, всегда нужно два ключевых аспекта. Это должны быть правовые какие-то конструкции, которые позволят защититься, и должны быть, конечно, изменения социально-культурных моделей поведения. Что касается права, у нас все в порядке. У нас давно есть и европейские конвенции, и декларации, и везде говорится о том, что нельзя никого ущемлять в силу полового, да, какого-то там различия. Очевидно, когда мы говорим просто о шейминге, это все относится именно к женщинам. Поэтому у нас уже есть все то, над чем мы можем как бы это все выстраивать. Единственное, с чем нужно работать, это нужно работать с этим пережитками. Это исключительно проследительская деятельность, я не знаю, разговоры, какие там страны пошли по пути сексуального образования в школе, и, конечно, нам это тоже очень нужно. Правда, с нашим новым министром образования сомневаешься, но у нас... Да, с этим видением как бы. То, что мы сейчас здесь сидим, мы уже об этом говорим, и благодаря этой встрече люди, которые там, не знаю, Лёша сказал, что не знал, что такое случение, но теперь знают. Вот как бы так оно и происходит, так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и будут какие-то изменения в обществе. Я хотел предложить такую тему, такой аспект темы, и, наверное, как это связано с секс-позитивностью и со сладшеймингом одновременно. А именно меня просто... Извините, сейчас опять произведу слово, которое мне не нравится, которое у меня какого-то работает. Сейчас очень модно в пабликах ВКонтакте среди детей такое слово, как «шкула». И вот эти паблики, где... Есть паблики, где Шеймер, а есть эти паблики, куда девушки сами выкладывают свои фотоарты, а не они, а не они... Либо, на самом деле, как бы мужчины... Ну, то есть вот мальчики выкладывают фотоарты имени якобы, имени девочек, и где сексуальность, то есть показанная вся сексуальность, то есть оказывается как что-то положительное, хорошее, но при этом как бы автоматически... Такое... Показанное... То есть, да, я шлюха, и это нормально, типа... Нормализация. Вот. Как к этому относиться? Как с этим бороться? Как вы думаете? Я хотела добавить еще проблему, которая, я не уверена, но может быть связана со сладшеймингом, это фэлшейминг, потому что я слышала реплики из серии про девушек, которые не носят лифчики, что, а, ну, женская грудь это всегда красиво, если это, там, каких-то правильных размеров грудь, да, если грудь больше положенного, или длиннее, или еще что-то, это, а-а-а, наденивчика, их неслучайно придумали, да, не то, что это напрямую связано, но может усиливать каким-то способом, мне кажется. про даешь люк и бежусь, ой. Эта история очень похожая на историю со словом queer, то есть изначально это слово можно перевести как педик, и оно… …